Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали евангельское повествование, которое излагает историю одного экзорцизма, в случае изгнания бесов из человека, который страдал очень долгое время. Нужно отметить, что у троих евангелистов, которые называют синоптиками Марка, Матфея и Луки, эта история описывается. Но только у апостола-евангелиста Матфея есть подробность, что бесновавшихся было двое. В этом нет никакого противоречия, потому что в святоотеческой традиции толкуется этот момент таким образом, что Матфей дает большую подробность о количестве бесновавшихся. Но у Марка и Луки говорится о том, что один из двух бесновавшихся доминировал в бесновании, и второй страдалец повторял за ним его страдания. История, которую мы только что слышали, она довольно известна верующим людям, и мы слышим евангельское повествование это дважды в году, летом и уже осенью. И обычно мы эти повествования слышим в воскресные дни, и есть еще период, когда читается и третий раз в году в дни и дни, и не всегда мы его слышим. Но от этого и история, которую мы только что с вами имели милость слышать, она своей сути не меняет. Мы можем увидеть историю одного страдальца, который избавился от своего страдания, и увидеть реакцию на это избавление как самого избавленного страдальца, или же двоих, так и людей, живших в селении Гадарин. Гадаринская земля – это земля напротив Галилеи, то есть на другом берегу и не Советского озера, или Галилейского моря, одно и то же. И вот туда приклыла лодка Христа Спасителя с апостолами, и там при гробах, за городом, потому что жили весноватые, как мы слышали, при гробах, при месте захоронения людей, потому как удалялись от города, и там сковывали цепями для того, чтобы сами себе эти весновавшиеся люди не наносили вред. И вот мы видим историю того, как реагирует, видя Спасителя, этот весновавшийся человек, говорит, что тебе до меня, Иисусе, Сыне Бога Вышнего. Это очень важная деталь, потому что, обращаясь словами Сыня Бога Вышнего, нашему Господу и Спасителю, этот человек показывает то, что он принадлежал, скорее всего, к язычникам, потому что в такой форме в Священном Писании мы можем встретить обращение именно тех, кто принадлежал к языческой традиции, обращение к Спасителю, они использовали формулу Сыня Бога Вышнего. Если те, кто принадлежали к иудейской традиции, говорили Сыне Давида или Равуни, или Рави, учителю, то те, кто были язычниками, чаще обращались к Спасителю именно обращением Сыня Бога Вышнего. И спрашивают, чтобы не мучили, чтобы Спаситель не мучил их раннего времени. И вот говорит здесь не бесноватый, а говорят демоны, которые пленяют его душу. Все бесы, как говорит Святой Апостол Иаков, брат Господень, и апостол Иуда говорит об этом, верует и трепещет. И поэтому вот это вызвание, что тебе, Сыне Бога Вышнего, здесь указывается на то, что принадлежал заблудшей языческой традиции сам страдалец, а просьба не мучить его, она принадлежит бесам, которые знают, что придет время заточения их в бездне адской, и это время, это время голдов. Господь избавляет страдальца, и мы видим, что сами бесы ничего не могут сделать без похущения Божия, и Господь дает им возможность уйти в свяное стадо, которое послось неподалеку. Они не хотели уходить в бездну, дно, и спросили, чтобы Господь попустил им войти в свяное стадо. И это свяное стадо бросилось в воду, и все погибло. И мы видим реакцию жителей селения Гадарин и реакцию самого человека, избавленного от лютого мучения дьяволом. Человек сидит уже одетый, неболый, при ногах Христовых и просится следовать за Христом. И видим жителей страны Гадаринской, которые просят, чтобы Господь ушел от них. И это поразительная картина. Тут избавление от страданий, можно было бы порадоваться за человека, но люди эти, они ждут, чтобы Христос ушел от них. Ушел, чтобы не мешал им жить, как они жили до того. Очень удивительно и показательно сегодняшнее Евангелие, потому что жители страны Гадаринской сами были по исповеданию преимущественно иудеи. И то, что они содержали свиней, говорило о том, что они нарушали закон Моисея, закон Божий. Потому что из-за того, что все народы Гадаринской земли, которые принадлежали к языческой традиции, использовали для идоложенственного культа свиное мясо, они воскуривали имиам и возжигали свинину, принося ее своим лжевогам, а также окропляли все свиной кровью. И поэтому закон Моисея воспрещал иудеям прикасаться к свинине, как к нечистому животному. И лукавые духи ищут возможности. Нечистые присовокупляются к ничьейскому, лукавые духи ищут возможности уйти свиной от стада. И исходим это допускать. А что же люди, которые после этих свиней в языческой традиции? Если мы возьмем Ильяду Домера, там о свинопасах говорится возвышенно, они называются божественными свинопасками, потому что свинина была ритуальной пищей для языческой традиции, ее еще называли пищей божественной. И для язычников ничего бы здесь странного не было. Но для иудеев, которым прикасаться к свинине было возбранено законом Божиим, содержание свиней, оно было вообще как бы антирелигиозным действием и вопиющим грехом. Другое дело, что они, конечно, занимались разведением свиней ради своего бизнеса и готовы были ради собственной наживы, приступить в закон Божий. И вот Господь торгается в их зону комфорта. Жили они себе, зарабатывали много денег, а тут человек, который был исцелен, весь легион демонов, который был в них, он вошел в свяное стадо и погубил их в заработках. И вот эти люди думают, уходил бы ты, Христос, подальше, чтобы ты не мешал нам зарабатывать. И все равно, что человек, который получил исцеление, больше не будет страдать, и тут состраданию нет места, когда речь идет о неправильной их оживи. И видим мы реакцию самого человека. Он сидит в три ногах Спасителя, уже в приличном виде, не срывает в себя одежду, он удрал на сутки, и он просится быть со Христом. И интересное благословение ему дает Господь. Он не дает ему возможность следовать за ним, как это дается другим апостолам, но становится таким безымянным апостолом, потому что Господь ему дает возможность идти в дом его, и поведать, что сотворил ему Бог. И заканчивается Евангелие, мы слышали словами, что и пошел проповедовать по всему городу, что сотворил ему Иисус. Две разных реакции на Христа. У людей, которые живут и все устраивают, и человек, который был в беде, и Господь протянул ему руку помощи. В этом повествовании мы видим, что Господь дает возможность исцеленному свидетельствовать, терпеть, конечно, за то, что свидетельствует, потому что если жители страны Годовинской прогнали от себя Спасителя, то, конечно же, всякое слово о том, что Господь исцелил до основавшегося ранее страдальца, оно встречалось со злобой, которая связана с тем, что прекратился серьезный заработок у местных людей. Города-то были небольшие. И Евангелие сегодняшнее говорит о том, что этот исцелившийся, весноватый Он со смирением принял, никакой реакции не было, что Он прикословит Христу. Он пошел и проповедовал, говорил о том, что сотворил Ему Бог, и без сомнений Он терпел насмешки, терпел ухаризму, и все это терпел за Христа. Очень часто бывает сложно проповедовать о Христе и тем, кто нам близок, и коллегам на работе, и тем, кто с нами в одной семье, но не разделяет наших религиозных взглядов. И здесь мы можем повторить подвиг исцелившегося от лютого беснования человека и тактично свидетельствовать о Господе. Но это налагает на нас, верующих, серьезную такую обязанность, братья и сестры. Мы не можем насильственно проповедовать Христа, и это было бы глупо. Мы можем засвидетельствовать своей жизнью о нашем Господе. Иногда потерпеть за Небо, иногда мы можем быть непонятными, но, тем не менее, главное свидетельство – это смиренное свидетельство любви, которое говорит о том, что Христос с нами и желает нам всякого блага. Беснование – это реальная сила, которая опускается в крайнем случае Богом, человеку, для того, чтобы и это было обращено ко спасению. Ведь промысл Божий и злое обращает в доброе. В одном древнем катерике есть история о том, как возле монастыря жила красивая, но сильно мучившаяся от беснования девушка. И жившие неподалеку от монастыря неверующие люди укоряли монахам, что какие же вы верующие, вы видите, здесь страдает девица, и никому из вас для нее нет дела. Если ваш Бог силен, вы молите для нее исцеление. Долго упирался игумен к тому, чтобы молиться об избавлении от беснования этой девицы, но по непреклонным просьбам и ходивших в монастырь верующих людей, которых постоянно донимали вот эти укорители, все же с братьями стал молиться об исцелении этой женщины. И когда она получила исцеление, ее объявила гудная страсть. И когда с братьями вместе игумен начал молиться о том, чтобы совершалась воля Божия, а не человеческая кориция. И таким образом Господь явил подвязавшимся в монастыре монахов то, что это попущение было ради спасения души этой девицы. Очень часто бывает так, что кому-то Господь попускает спать тяжелый грех, страсть, и страдают находящиеся рядом ближние. Это может быть пьянство, это может быть наркомания или зависимость от игромании. Но это все Господь попускает для того, чтобы обратился человек и обратились ближние. И никогда Господь не попустит того, что не по силам человеку, никогда Господь не попустит того, что не приведет впоследствии ко спасению. Укрепляясь благодатью Божию, будем уповать на то, что милосердный Господь даст нам разумение евангельских писаний к тому, чтобы мы навыкали закону Господню и всегда были готовы либо следовать за Господом, либо свидетельствовать о Нем, в каких бы мы условиях ни оказались. Аминь. Спасибо.